Привет листьяне, гости жителей моего сказочного леса. Следующий влог из леса я записываю уже дома, при езде. Гораздо позже приезда. Так что немножечко буду окунаться туда и я краснозична, как никогда. Немножко расскажу вам о том, как проходил наш отдых на природе, что и как было. Сижу снимаю, у меня не включен просто. Такие кадры пропустила. Ай-яй-яй. Интересно, у кого-нибудь еще такое бывает? Да ладно, поссоришься я. Мы приехали в перекресток, ну как мой Федор. Пока он пойдет в магазин, мы с вами немножко поговорим. Вот в такую дождливую погоду, при таком плохом освещении, я буду с вами разговаривать. Сначала все было очень хорошо на природе. И что-то забыл Федор. Что, он закрыт? Да. А чужой? У них чего-то нет воды. Я не знаю. Там не тронет еще. Так вот, газин закрыт, мы едем дальше. Сначала все было хорошо, а потом боль стала невыносимой, и мы поехали домой прямо за ночью. А сколько мы выехали? Не помнишь? Ну не важно, 11 может быть было. Да, 11 где-то. Мы вернулись домой, испортив настроение всем моим ребятам. Потому что у меня была паническая атака, и они увидели, что это такое, и как это страшно. Я благодарна им за то, что меня никто не усюкал, никто не успокаивал. Все было хорошо. Просто погладили по головке, и все замечательно. И вторая паническая атака случилась уже по приезде дома. Какой ценой мне дался отдых на природе. Все-таки это тяжело, когда болят ноги, и эти кочки. Особенно тяжело было вылезать из палатки. То есть, когда ты не можешь полноценно садиться на корточки и становиться на колени, палатка – это реально большая проблема. Вот, а я не прощаюсь. Сейчас начнутся мои уже тогда вышивальные влоги из дома. Потому что на природе я многочего поначинала, и покажу вам, как и что там происходило в моем вышивальном мире. Итак, мои природные начатыши. Для начала хочу показать самый маленький процесс. Там, правда, совсем чуть-чуть. Это буквально несколько крестиков. Правильно? Да, правильно. Вот. Вот так. И что это будет? Это будет набор на желание. Жар птица. Вот такой замечательный единорог. Все-таки хочется мне как-то помогать мужу и зарабатывать денежки. А лошадь, как мы знаем, обживается именно на работу. Я даже с трудом представляю, кем я могу сейчас работать в таком состоянии. Но мне хочется покупать себе новые наборы. Но хочется быть девочкой-девочкой. К сожалению, сейчас у нас не то материальное положение, чтобы баловать себя всякими красотами. Ну и вообще, чтобы баловать себя чем-либо. Но это не повод унывать и просить денег у зрителей. Нет, нет, нет. Все будет хорошо, все будет замечательно. Вот. Следующий набор, который я начала, он скорее всего не поместится в кадр. Но мы попробуем. Даже не скорее всего, а точно он не поместится в кадр. Это у нас Риолис. Это часть картины. Я очень хочу, очень давно хотела вышить, и мне нравится Климт. Я рада, что у Риолиса есть наборчики по его картинам. Будет вот так. Это тоже набор на желание. Вышивается шерстью. И первый раз в жизни вышиваю Риолис. Первый раз в жизни вышиваю шерстью. Что могу сказать? Как-то странно. Странно, что нитки пушатся. Как будто рисуешь. И получаются оттенки. Ну, то есть... То есть, отрисовала я, допустим, вот таким рыжим цветом. И клеточка рядом светлая, ну такая оранжевая. И на этом рыжем остаются волокна оранжевого. Получаются вот как бы ленды, что ли. Это иногда бесит. Иногда хочется идеального прям вот границ. Но я понимаю, что это невозможно. Вот. Так что вот так пока отрисовалась. Отрисовалась, уже даже говорю, как художник от слова худо. Вот мое любимое слово паразит. Эта картина Климта называется «Три возраста женщины». Полностью она выглядит вот так. Посмотрите на экран. Завершенная в 1905 году картина «Три возраста женщины». Иногда называется «Матерь и ребенок». Ну, собственно, вот так, как в Риолис. Изображает трех женщин на различных этапах жизни. Картина была представлена публике в 1910 году в Венеции. Она произвела просто фурор. Два года спустя ее приобрела Национальная галерея современного искусства в Риме, где находится этот шедевр и по сей день. Насколько вариаций на тему именно этой конкретной картины есть в интернете. Если вы обратите внимание на экран, то я нашла вариации «Матери с двумя детьми». Там просто копировано один ребенок перевернут. Перевернутое изображение и получается два одинаковых ребеночка. Есть вариация «Поделок». Очень похоже на тюремное творчество, хотя я не буду утверждать. Есть просто перерисовки, есть декоративно-прикладное искусство. В общем, художники современные молодцы. И что меня особенно удивило, очень много татуировок с Климтом. Они, конечно, выглядят очень специфически, но если их делают, значит это кому-то нравится, значит это кому-то нужно. Поразила комплектация набора. Очень понравилось, что есть схема большая, довольно крупная. Это схема для крестиков. Есть схема для бисера отдельная. Две иголочки. Все понятно, все круто на высоте. Так, немножечко про эту лису. Брала ее как процесс, чтобы закончить, но в итоге ничего не закончила. Покажу вам сейчас эту лису без бэкстича. Я все-таки, я устраивала голосование в инстаграм. Делать бэкстич или нет. Большинство голосов сначала было за бэкстич, потом голоса выровнялись. Но в итоге 60 с лишним процентов было за. Но я на самом деле сама хочу бэкстич. Вот такая замечательная лиса. Это не отглажена она пока. Промежуточный вариант показываю вам. Скоро будет бэкстич. Еще немного повышивала вот эту мою лису от Алисы. Не идут полукрестики, ну никак. Хоть вот по две ниточки в день я решила ее вышивать. И вообще, когда муж придет, он поможет мне запялить. ее на станок. Хочу попробовать вышивать парковкой. Потому что много одиночных полукрестов. Мое самое нелюбимое. Крепить я их не умею. Пусть будут протяжки на тыльной стороне. Какая разница. Почему не забрасываю в долгий ящик? Потому что боюсь, что потом не смоется этот китайский маркер. Лучше я отошью и душа будет спокойна за эту лисоньку. Вот такие у меня новости на сегодняшний день. Я сейчас покажу кусочек видео. Вставлю вам сюрприз от Нади и Вики. Это девочки. Они у нас в Калуге. Они участвуют в проекте. Флэшбэк, кажется. Кажется. Они делают фаер-шоу. И не только фаер-шоу. Там много всяких направлений у них в работе. Но девчонки реально колдуют огнем. И вы увидите, насколько они талантливые. Они вот сейчас смотрят это видео и ругают меня. Но я не могу вам не показать. Они прекрасны. И я у них спросила разрешение изначально. Можно ли я выложу кусочки выступления. Они говорили, нет, нет. Ну что ты, каждый день крутим. Ну что там такого необычного? Нет, девчонки. На самом деле, для нас, для тех, кто... Вот я второй раз в жизни видела это. Прям с огнем. Прям рядом. Прям ты ощущаешь. Они так мимо пролетают. И тепло на лице. Ощущаешь. В общем, восторг детский. Это непередаваемые чувства. И, девчонки, вы молодцы. Вы крутые. И вот тогда, в этом выступлении, для нас, только для такого маленького камерного выступления, Надя, по-моему, попала себе на плечо. Прям шар лег. Горящий шар. Прошу заметить. А Вика ударила по голове себя. Это, да. Это косяки, конечно. Вы можете сказать, что какие профессионалы. Нет. Но всякое бывает. И они тогда пробовали отрабатывать более сложную программу. Они пробуют расти. И это нормально. Такие вещи. Такие промахи. Но это было очень страшно. И те, кто считают, что это все глупость и несерьезно. Нет. Нет, ребят. Это, конечно, высший пилотаж. Если у вас в городе выступает флешбек, Надя и Вика, обязательно берите детей и бегите смотреть на этих девчонок. Вы их обязательно узнаете. Вика огненная, рыжая. И Надя у нас прекрасная блондинка. Но вы уже все видели по первому моему видео. Так что, если в городе увидите этих девчонок, Передавайте им привет от леси из сказочного леса. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Не делайте так никогда Очередная попытка Фёдора сходить в магазин Надеюсь, этот хоть работает Не закрыт Вот такие у меня Вышивальные начинания Их было много и они прекрасны И ну как всегда Мне всё нравится Я вышиваю, я живу Я дышу, я радуюсь жизни Я радуюсь каждому моменту Когда мне не больно Мне приятно, что со мной рядом находятся Мои любимые, близкие люди Мои друзья Которые Которые Всегда рядом Всегда Подставят плечо Всегда подадут руку Меня из палатки вытаскивали два мужика Прям вы мужики, чуваки Вот И они Они крутые Они все крутые Вот Ох, это вот Это моё слово Паразит Теперь буду знать Буду избавляться от него Вот А с вами была Леся из сказочного леса Всем пока Редактор субтитров А.Семкин